Привет всем, вы на канале The Box, меня зовут Болодя, друзья, как вам, так и мне нравятся смартфоны с максимально крутыми характеристиками, но стоят они всегда бешеных денег, поэтому я не пожлобился и на сегодняшний день взял кругленькую сумму, примерно 200 баксов и решил найти царь смартфон. Смотрим видео до конца, будет ой как интересно, жмем кнопку лайк, подписываемся на канал и помчали! Начнем с такого важного параметра, как автономность. Все хотят получить смартфон, который как можно дольше будет работать без подзарядки. Ну что сейчас 4000 мАч, это уже классическая цифра для многих устройств, да и 5000 вроде тоже нередко попадаются, а вот 6000 мАч это уже что-то. И мы нашли смартфон под названием Oukitel K9, который стоит ровно 200 баксов и предлагает аккумулятор на все 6000 мАч. Поэтому служить К9 будет долго и верно, как пес из одноименного фильма. Что за фильм? Ну с Джеймсом Белуши про собаку, К9. Вталин какой-то? Блин, ну у меня такое впечатление, я тут что, такой один старый. Ладно, проехали школота, давай включай дальше. В таком смартфоне можно залипнуть надолго, и не только из-за того, что он не будет разряжаться в середине дня, а еще и потому, что позалипать есть во что, в прямом смысле этого слова. Ведь дисплей у него на 7,12 дюймов. 7,12, еще немного и смартфоны можно будет вешать дома на стену вместо телевизора. Это огромная диагональ, и смартфон сам по себе получился солидных размеров. Вот вы помните 7-дюймовые планшеты? Здесь еще больше, и это отнюдь не планшет. Да уже каждый карлик может повесить себе его вместо телевизора. Ну единственный минус, конечно, нету пульта, но жить же как-то без пульта можно. Тем более спорт. Такой дисплей наверняка будет кушать батарейку, но поскольку в смартфоне не очень прожорливый процессор Helio P35 и немалая батарейка, то заряд не будет таять на глазах. Есть Волки ТЛК-9 и сдвоенная камера на 12 мегапикселей с дополнительным 2-мегапиксельным датчиком глубины. Единственное, что мне непонятно, почему в таком огромном корпусе не нашлось места для такого маленького 3,5-миллиметрового аудиоразъема. Это все равно, как не найти в КамАЗе место для елочки-покучки. Вымпел собачку. Собачку вот эту. Маленькие боксерские перчатки на лобовом. Вот я не понимаю, вот вы меня хоть убейте, я не понимаю, зачем вам инстаграм, если вы на меня не подписаны. Следующий смартфон обладатель номинации максимум оперативки за минимум денег и это Realme X первого поколения. За стоимость 210 баксов можно найти этот смартфон в комплектации с 8 гигабайтами оперативной памяти. Получается у Realme X оперативной памяти больше, чем на некоторых телефонах постоянной. Лично я не знаю, зачем бы мне пригодились аж 8 гигов. Но все равно, за такие деньги гораздо приятнее получить 8, а не 6, или уж тем более 4, или 2, или грыжу, или вообще по бороде, ну вы короче поняли. Кстати, если вы догадываетесь, зачем столько оперативки, напишите обязательно в комментариях. Тем более, в остальном смартфон тоже не подкачал. Здесь не такой большой дисплей, как у предыдущего смартфона, но и не крохотный 6,57 дюймов. Еще и AMOLED, еще и со встроенным подэкранным сканером отпечатков, и еще без каплевидного выреза и врезанной фронталки. Ну красота же! Процессор здесь также интересный. Snapdragon 710. Основная камера на 48 мегапикселей делает довольно неплохие снимки и умеет снимать 4К видео. Плюс есть вспомогательный сенсор глубины на 5 мегапикселей. Фронтальная камера на 16 мегапикселей. Моторизованная, спряталась в верхнем торце и выезжает ровно посередине. Если вы купите себе такой смартфон и кому-то он не понравится, то при помощи этого же смартфона вы сможете человеку послать, ну вот, ну короче, указать ему вектор, вот направление, куда ему можно идти. Батарейка, конечно, не очень крупная. На 3765 мАч. Слышите? А у Китэлки кикает со своими 6000. Зато у Realme X есть поддержка быстрой зарядки Vogue 3.0 мощностью 20 Вт и с ее помощью полностью зарядить устройство можно примерно за час, что как бы неплохо. То есть вот вам жена начала надиктовывать список покупок в магазин, а когда закончила, телефон уже зарядился. А еще важный момент, что телефон уже обновился до 10-го Android. Много оперативки, это, конечно, хорошо, но что, если я вам скажу, что за 230 баксов можно получить еще и очень объемный накопитель, вдобавок к 8 гигам Азук. Хотят они. Не, как тебе нравится. Хотят они узнать, что за телефон. Ну так идите и загуглите. Да ладно, не волнуйтесь, сейчас я расскажу. Речь идет о Elephone U3H. Это самый дорогой смартфон из сегодняшней подборки, но самый дорогой не делает его самым интересным. Так что же в нем примечательного? За такие деньги в нем установлен самый объемный накопитель на целых 256 гигабайт. Такого себе никто не позволяет. Даже Samsung в дорогущей S20 Ultra поставили в минимальной комплектации всего 128. Видимо, в Samsung деньги считают лучше, чем гигабайты. Помимо этой особенности, смартфон получил как никогда актуальное оформление лицевой панели с вырезом под 24-мегапиксельную фронтальную камеру в левом верхнем углу. Дисплей диагональю 6,53 дюйма, сканер обычный, размещен на спинке. За производительность отвечает Mediatek Helio P70 и графический ускоритель Mali-G72 MP3, который безусловно ускорит поток желающих приобрести сиотворение китайского смартфонастроения. Основной блок камер состоит из 48-мегапиксельного модуля от Sony, а ему вдобавок добавили сенсор глубины на 5 мегапикселей. Аккумулятор установлен всего на 3500 мАч. Из других интересных особенностей именно этой модификации на 8256 можно отметить и наличие NFC-модуля и, внимание, беспроводной зарядки. Ну что сказать, дешево и сердито, как Влад Сташевский на корпоративе. Следующий смартфон, конечно, как арбуз в апреле. Пока трудно достать, но его характеристики и заявленная стоимость впечатляют и больше всего в новинке интересен именно дисплей. Ценник на версию 6128 примерно 200 долларов. И за такие деньги индийский пользователь получит 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, и частотой обновления в 90 Гц. Это вообще законно? Да такого вообще никто не предлагает в таком бюджете. Многие бренды в таком бюджете разве что предлагают отойти в сторону и витрину не загораживать. Такая частота обновления сопровождается и считыванием касаний в 120 Гц. Ну а обслуживать все это дело будет Mediatek Helio G90T. Прямиком как в Redmi Note 8 Pro. Если вы хотите поподробнее узнать, что это за зверь такой, я сейчас говорю про чип, хотя и смартфон тоже хорош, то предлагаю вам посмотреть наш обзор Redmi Note 8 Pro, в котором рассказано, как смартфон на этом процессоре ведет себя в играх и других повседневных задачах. Камера сзади, все по-богатому, 4 штуки. Основной сенсор на 64 Мп от Samsung. Сверширокоугольный объектив с разрешением 8 Мп. А еще макрокамера и датчик глубины по 2 Мп каждый. Спереди же 16-мегапиксельная камера в углу сверху. Аккумулятор в Realme 6 на 4300 мАч. Поддерживается быстрая зарядка Vogue Flash Charge 4.0 мощностью 30 Вт. Напоминаю, все это добро за 200 баксов. Не за 1200, за 200. Тим Кук, братан, так можно. Вот захотели вы сделать своей любимой своей девушке подарок. Зашли ко мне на канал, посмотрели. У меня же теперь бюджетная линейка, денежки сэкономили. Ей приятно, вам приятно. Не благодарите, подписывайтесь. Ну а последний смартфон из этой подборки стал лидером по производительности. Ведь он предлагает один из лучших чипов среднего класса. Qualcomm Snapdragon 730G. Такой процессор установлен Xiaomi Mi Note 10 Pro. Обзор которого вы тоже сможете найти на нашем канале. Только вот разница в цене между ним и Realme X2 ощутима. И играет на руку последнему. Продается Realme X2 в версии 6,64 гигабайта примерно за 220 баксов. А это ведь 1,5 от стоимости современных флагманов. Ну или 1,10 от стоимости золотых зубов во рту моего оператора. Да, Русик? Русик, реально, закрой калитку, слепит. Помимо добротного процесса смартфон оснащен Super AMOLED дисплеем диагональю 6,4 дюйма со встроенным оптическим сканером отпечатков пальцев. Набор камер в блоке сзади включает в себя главный модуль с разрешением 64 мегапикселя, сверхширик на 8 мегапикселей, макрокамеру на 2 мегапикселя и датчик глубины с теми же 2 мегапикселями, а фронталка на 32 мегапикселя. Батарейка на 4000 мАч, поддерживает быструю зарядку VOG 4.0 на 30 Вт и за полчаса смартфон заряжается с ней примерно на 70%. В смартфоне есть NFC-модуль, работает он на Android 10 с фирменной оболочкой от производителя. В общем, достойная модель за такие деньги. Блин, я сейчас сказал, как депутат в сауне. Вот такая получилась у нас подборка смартфонов в районе 200 баксов. С самой большой батареей и экраном, большим количеством оперативной памяти, объемнейшим накопителем, экраном с повышенной частотой обновления и крутым процессором. А также с офигевшими взглядами Samsung и Apple, которые не могут себе представить, как можно сделать за 200 баксов что-то сложнее, чем топор. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал, лайкайте это видео, пишите комментарии, для нас это очень важно. У меня есть свой инстаграм-канал, ссылка будет в описании. И помните, все самое интересное в коробке.